всем привет вы на канале lacy bird меня зовут диана и я старший флорист цеха а также преподаватель академии сегодня мы с вами соберем три варианта букета на разной технической зелени а также без нее и первый вариант букета у нас будет собран на фисташки второй вариант на такой технической зелени как салал и третий вариант у нас будет без технической зелени давайте же начнем сборку нашего букета и посмотрим как техническая зелень влияет на внешний вид букета и начну я пожалуй с фисташки и Субтитры создавал DimaTorzok Первый вариант моего букета готов. Он собран на технической зелени фисташки. Фисташка имеет мелкую фактуру, поэтому мы ее прячем, чтобы не создавался визуальный шум в букете. А теперь давайте попробуем собрать букет с этим же составом, но уже на салале. Продолжение следует... Итак, мой букет на салале готов. Честно говоря, я собирала первый раз букет с этой технической зеленью и столкнулась с некой сложностью в том плане, что у салала очень тонкие стебли. И так как я привыкла работать с фисташкой, привыкла к определенной технике ее постановки, салал, к сожалению, мне не дал того объема, который хотелось бы от него ожидать. Но, тем не менее, букет получился объемным, пышным, и я думаю, что если практиковаться, то все получится. А теперь самый интересный букет без технической зелени. Поехали! 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 Вот такой букет у меня получился без технической зелени. Как вы можете наблюдать, он гораздо меньшим объемом, все сжато, цветы стоят не на тех местах, на которых мне хотелось бы их видеть. Давайте сравним все три варианта букета, которые я сегодня собрала. Первый вариант с фисташкой, второй вариант с салалом и третий вариант без технической зелени. Как вы можете наблюдать, букеты различаются визуально по объему. Букет без фисташки собрать довольно сложно. Все цветы стоят нестабильно, букет получается очень зажатым. По поводу салала. Я работала с ним, честно говоря, первый раз, и могу сказать, что у него достаточно тонкие стебли, плоские листья. С ним возможно работать, но, наверное, нужно больше практики, чтобы работать с этим материалом. Ну а фисташка по-прежнему остается моим фаворитом, так как она довольно ветвистая, у нее пушистая крона, толстые стебли, что дает объем в нашем букете и хорошую фиксацию. Ну а вы тоже можете поэкспериментировать с разными видами зелени. И пишите нам в комментариях, какую зелень предпочитаете вы. С вами была Академия Лэйси Бёрк. Всем пока-пока!